ДТП в наше время не редкость. За прошлый год только в Иванове произошло 672 аварии с пострадавшими. А что происходит с жертвами ДТП после? Больничная палата, реабилитация, как правило, тяжелая. А дальше, если остается желание наказать виновника, нужно еще доказать, что являешься пострадавшим. Если, конечно, успеешь. Жизнь Ольги Роговой почти год назад изменилась в одночасье. Это был обычный день, обычный путь на работу на маршрутном автобусе. Автобус ехал прямо, а машина, вернее, поворачивала. И сильное столкновение было. Это одна секунда или две секунды. И я резко ударилась о железной поручни, коленками и, естественно, виском. Меня трясло. Мне сначала скорая оказала, конечно, помощь. Сначала я не совсем поняла. Она на шок был. Потом мне обезболивающее сделали. Но потом начались головные боли. Вердикт медиков – сотрясение мозга. Месяц женщина провела на больничной койке. А когда немного оправилась, по направлению следователя прошла судмедэкспертизу. Они посмотрели меня и взяли карточку. Карточкой я пользоваться не могу, потому что эта карточка уже год лежит у них. Я хотела бы сходить в больницу, потому что у меня головные боли продолжаются, лечение. Но карточки у меня нет. И обследования все лежат в этой карточке. Застопорилось и следствие. Заключение судмедэксперта – важная часть доказательной базы. Без этого заключения сотрудники, которые проводят проверку, дознаватель в частности, не может составить протокол в отношении виновника и направить материалы в суд для принятия решения. И самое главное – срок рассмотрения административных дел всего год. По истечении этого времени дело просто закроют. Виновника не привлекут к ответственности. И он уйдет просто от наказания. Ну и более того, человек, потерпевший, не может все необходимые документы для получения страховой выплаты предоставить в страховую компанию. Тоже нарушается ее право. Она уже год сидит без денег, не может потратить их на лечение и так далее. Мне даже никто не извинился, не помог в лечении даже. Все приходилось сделать, все на свои деньги. На лечение много потратил денег. Я могла бы другой куда-то. Почему же сложилась такая ситуация? Да потому, что в законе не регламентированы сроки проведения экспертизы. Никак. Ивановские судмедэксперты ссылаются на свою загруженность. Не срок исполнения для нас. Срок исполнения у нас небольшой. Совершенно официально. Я вам могу показать годовые отчеты. И у нас в пределах 2% выходит за месяц. Но срок ожидания экспертизы, вот эта очередь, которая движется, конечно же, медленно. Тем более, что движению этой очереди в восстановленном порядке мешают опять же объективные причины. В частности, те экспертизы, которые мы вынуждены вести вне очереди. Экспертизы по административным делам, они менее значимы, чем экспертизы по уголовным делам. Там более жесткие сроки. Правда, есть еще один путь. Возможность заказать экспертизу на коммерческой основе. У тех же самых экспертов, только без очереди. Стоит это недешево, зато гарантирует быстрый результат. Такую платную услугу предложили зимой 2018-го пенсионерке Флоре Шайдуловой. Значит, мне сослались на договор, что в договоре, который я с ними заключила, пунктом 2 и 3, данные экспертизы выдаются сотрудникам ГИБДД. Ну, выдаются и выдаются. Поскольку на этом мне ответили, что возвращать деньги не будут, экспертиза сделана. Потом женщине через прокуратуру пришлось возвращать свои деньги. Ведь по закону потерпевший не должен оплачивать экспертизу. За него платит государство. В прокуратуру такие жалобы поступают регулярно. А сколько потерпевших в ДТП просто не знают о своих правах. Если вы стали потерпевшим по административным делам, ну, для примера, допустим, ДТП, когда причинен какой-то телесный вред здоровью. Либо, если вы, не дай бог, стали потерпевшим по уголовным делам, ну, например, побои, причинение небольшого средней тяжести вреда здоровью. То обязанность защиты потерпевших возложена на государство. Это дело через правоохранительные органы, в данном случае через органы Министерства внутренних дел. У них специально предусмотрено финансирование бюджетное для того, чтобы они, если это будет дело административного правонарушения, должны своим лицом выписаться определение, с которым вы идете в судебно-медицинскую экспертизу, и вам бесплатно проводят эту экспертизу. И все же Бюро судмедэкспертизы может проводить платное свидетельствование. Это не запрещено. Начальник учреждения поясняет, платники на общую очередность подготовки экспертиз никак не влияют. Да, экспертизы на платной основе, как правило, проводятся быстрее тех цифр, которые я вам назвал, потому что они идут только за пределами рабочего времени, ты хоть ночью можешь идти. А вот другая сторона медали. В том же Коап, где прописано, что потерпевший имеет право на бесплатную экспертизу, указано за счет федерального бюджета. Вот только на деле финансируется Бюро исключительно из областного. Административный кодекс прямо предполагает, что эти экспертизы должны быть оплачены из федерального бюджета. А происходит, что мы из скудных средств областного бюджета финансируем тех людей, которые проводят эти экспертизы. Но это не является основной причиной. Хотя мы пробуем разрешить, кстати, при активном участии и содействии руководства ГИБДД, для них тоже эта проблема очень важна. Мы пробуем это разрешить и федеральные деньги привлечь для оплаты. Я бы здесь смог и экспертов дополнительно взять целенаправленно для работы именно по этому виду экспертиз. Пока регион платит по федеральным счетам, крайними оказываются, как обычно, простые люди в конце этой цепочки. Люди, у которых просто отнимают право на справедливость. Наталья Гутарина, ЕС Денисов, РТВ Иванова.